здравствуйте дорогие друзья я вас приветствую на нашем канале ну вот сегодня поговорим о языке ну хотя бы возьмем часть той темы которая больше всего интересует зрителей это белый налет на языке вообще белый налет на языке это обычное явление ну и часто связано с тем что присутствует ну как бы кандидоз кандидоз кишечника существует там вагинальный кандидоз ротовой вот как раздел один из разделов это ротовой конечно когда мы видим яркий такой белый налет плотный налет это один вариант говорящий о том что действительно здесь беда а в некоторых случаях вот особенно те кто занимается здоровьем и голодают то можно обратить внимание что человек начал голодать у него был белый налет во время голода этот налет он уходит исчезает а потом вдруг снова появляется так вот иногда это можно рассматривать как желание организма не выходить из голода то есть чуть-чуть поддержаться ведь во время голодания энергии который тратится на перед процесс переваривания пищи она расходуется на восстановление организма и вот здесь вот как раз организм что делает он закрывает чувствительные сосочки нашего языка вот этим белым налетом это для того чтобы меньше хотелось есть я сам голодал и наблюдал такую интересную картину и как только организм чувствует что хватит этого голода что все системы начали работать намного лучше восстановились то тогда налет уходит и появляется ощущение здоровое ощущение покушать все одну задачу организм решил и теперь должен решать уже непосредственно жизненный вопрос часто если язык покрыт белым налетом то для того чтобы избавиться от этого естественно нужно изменить чуть-чуть образ жизни ну как-то чуть-чуть отказаться от каких-то продуктов ну и часто отказаться от тех продуктов которые чаще всего вызывает вздутие живота это может быть хлеб в котором содержится дрожжи и даже если хлеб не содержит дрожжей то все равно часто он упрощающийся к нам пациентам мы наблюдаем живот раздутый только потому что ну скажем плохо усваивается и в то же время конечно нужно исключить сахара потому что сахар часто дает хорошее расселение бактериальной флоры ну и кроме всего прочего наверное исключить и молочные продукты ограничить по крайней мере будем говорить так ну вот и желательно бы наверно промыть кишечник потому что ну первое что первое где появляется вот эти грибковые дела когда идет колония расширение этой колонии то это в основном толстая кишка поэтому иногда целесообразно сделать скажем клизму а то поделать не одну а какой-то определенной цикл сделать это примерно как рекомендует санкт-петербургские врачи есть такая интересная клизма когда на 800 грамм теплой воды или даже можно сказать почти горячей воды потому что температура 38 39 градусов столовая ложка соды хорошие пищевой ну вот и после того как промыли кишечник комнатной водой но при температуре скажем так окружающего пространства комнат комнатной температуры то после этого делаем промывку непосредственно вот этой содовой водой с задержкой в себе ну если получится минут на десять-пятнадцать и тогда и делается это через день обычно рекомендуют где-то в течение там десяти-двенадцати дней через через день делать такую процедуру ну и часто наблюдаем что вот это кандидозный язык он освобождается и становится розовым да и заодно между делом если есть как его какой-то паразитоз то это паразитоз начинает уходить из кишечника ну естественно если вы будете обращать внимание что из вас выходит во время выполнения этой процедуры то можно будет увидеть и выход от не только паразитов но и грибковых для того чтобы не было такого белого налета мы иногда рекомендуем своим пациентам которые придут приходят к нам за оздоровлением использовать специи такие как гвоздика корица имбирь кардамон куркума ну а в некоторых случаях даже и перец все зависит наверное от того человека который так сказать выполняет эти действия потому что мы все разные и по-разному система пищеварения в данный момент настроены ну и конечно я бы рекомендовал все это делать все эти действия производить тогда когда вы поддавили свой живот то есть привели чуть-чуть порядок печень желчный поджелудочную то есть улучшили микроциркуляцию в этой области за счет специфического массажа ну вот ну и естественно подразмять кишечник чтобы вот то что вы вводите более активно сработало в вашем теле вот таким вот образом попытайтесь избавиться от этого белого налета потому что это как индикатор ну скажем так нездоровье ну и уважаемые мои друзья вы можете найти на нашем канале курс по диагностике лицевой диагностики где мы более подробно описываем состояние языка и даже показываем как выглядит при каких-то определенных таких серьезных заболеваниях языки ну и естественно вы поглядев на этот материал можете сами себе ну как бы поставить предварительный какой-то диагноз для того чтобы потом обратиться к врачу и врач убедиться что это случайность что это не соответствует или это действительно соответствует ну естественно у вас же нет определенного навыка которые присущ человек который работает с пациентами специалисту а говорить в общем-то не видя человека достаточно сложно поэтому попробуйте посмотрите этот материал я думаю что он вам понравится там описаны все признаки и приметы которые происходят у человека когда он начинает страдать тем или иным заболеванием и как уйти от этого удачи вам поэтому это вы и Продолжение следует...